всем здорово дамы возможно и господа конечно же вот опять у меня так сказать некоторые проблемы с ласточкой ну тут это неудивительно практически 15 лет уже машине скоро будет через два года вот и соответственно не держит ручник почему опять не держит еще ручник потому что я как и любой профан это только-только завладел машиной частенько трогался на ручнике ну это делают все чайники в принципе вот и трогаются и ездят бывают очень довольно дальнее расстояние на ручнике в итоге потом ручник не держит он сразу меня паршиво держал вот и сейчас вообще практически не держит во-первых конечно же мне сначала подтягивали там его раза два по моему подтягивали ручник но все равно сейчас он не держит то есть щелчков практически нет во первых что делать если не держит ручник это конечно же ставить на передачу то есть вы глушите автомобиль нажимаете сцепление и ставите передачу ну вот видите раз первую например чтобы или там заднюю передачу в зависимости от того какая например если горочка вперед то я ставлю заднюю передачу если горочка назад чтобы назад не пока не покатилась я ставлю переднюю передачу первую вот ну все равно ручник делать надо в одном сервисе метам один чудо мастер сказал, что нужно менять барабаны, а каждый заводской барабан тормозной задний стоит 830 рублей, то есть это 1600 я должен потратить. Вот, и я посоветовался с умным человеком, он сказал, что нафига менять барабан, барабан там практически новый, гораздо лучше поменять просто колодки тормозные. Вот, в итоге я купил тормозные колодки, заводских, к сожалению, не оказалось, и купил якобы хорошие китайские. Но, с другой стороны, человек, ну, продавец нормальный, я понимаю, что ему главное продать, вот, что на слово-то ему практически во всем верить не стоит, но, по крайней мере, он сказал, что есть, типа, совсем дешевые, мягкие, которые быстро стачиваются чуть ли не пластами, а заводские, говорит, слишком жесткие, ну, как, якобы слишком жесткие, и они потом превращаются чуть ли не в камень, и уже портят диск. Вот, и говорит, что мы возим вот эти вот, которые якобы, вроде как, были итальянские, но итальянская марка производится в Китае. Вот сейчас покажу. Вот они. пеленга, называется, 550 рублей стоит комплект. Здесь сразу в комплекте идут на оба колеса, то есть 4, 4 колодки на оба колеса сразу, вроде как, вот с этими штуками, что ничего не надо перебирать, там ставятся, и все. И вроде как они средней жесткости, то есть должны... Вообще, сказал, что в автосервисах эти колодки хвалят за 550 рублей комплект. Вот. Ну, в автосервис я уже приехал. Вот. Тут я практически постоянный клиент. Здесь мне не советовали менять сразу целый барабан тормозной, когда можно было поменять только колодки. Сейчас зайду, узнаю, что там по цене, по ремонту, отремонтирую, ну и, соответственно, сделаю дальше продолжение этого видоса, что и как, и вообще отзыв мастера по этим колодкам. Короче, беру свои... беру свои слова обратно. Вот два ульяновских алюминиевых диска. Не диска, точнее, барабана. По 700 рублей со скидкой по 600 рублей получилось. Ну вот. Ласточку свою отремонтировал. Блин, такое приятное, знаете, ощущение. Как будто, вот когда вылечишь зуб, который вроде бы не болел, ты его вылечишь и знаешь, что у тебя все прекрасно и хорошо. Такое, ну, рад прямо. Какое-то такое хорошее ощущение. Я люблю ремонтировать свою ласточку, чтобы у нее было все хорошо, классно ездило. Вот. В итоге, говорю, беру свои слова обратно по поводу того, что вот какой-то там не... Ну, что якобы тот мастер, который посоветовал мне поменять вообще полностью задние барабаны тормозные, был как бы плохой. На самом деле, в любом случае, мне пришлось их менять. То есть, пришлось поменять и колодки, потому что они были стерты, и сами барабаны, потому что тоже были стерты. Купил я ульяновские. Вроде как, такие же, какие оригинальные. Ну, просто там в ближайшем магазине не было оригинальных. Вообще, в этом сервисе обычно меня возят. То есть, в последний раз я ремонтировался, не помню, что там ремонтировал. Попутно оказалось, пришлось, что нужно сменить ремень ГРМ. Вот. И нормально. Они меня сами свозили. То есть, бесплатно совершенно в магазин в ближайший. Там я все закупился. Тут, к сожалению, человека не было, который мог бы меня отвезти. Вот. Начальник у них обычно этим занимается. Поэтому пришлось идти пешочком в самый-самый ближайший магазин. Вот. Там были только ульяновские задние барабаны. Но продавец уверил, что они практически такие же, как оригинальные, просто сделаны в ульяновские. Вот. Ну, я посмотрел, на самом деле, хорошо выглядели. Вот. Купил их. Стоят они по 700 рублей каждый, но мне продали за 1260. Ну, то есть, сделали 10% скидку, 140 рублей. Вот. Ну, в принципе, все. За час это все мне сделали, с учетом того, что я ходил минут 20. То есть, довольно-таки быстро. Теперь она у меня лучше тормозит. Ручник теперь отлично работает. Ну, все, как новые тормоза практически. Вот. Ну, ладно. Всем пока. В общем, если не работает ручник, вам это обойдется. 600 рублей работа по замене с двух сторон. По 700 рублей, получается, барабаны. Это 2000. И 550 рублей колодки. То есть, 2 550, ну, это без скидок, если у вас выйдет сделать нормальный ручник, чтобы он хорошо, отлично держал. Вот. Ну, если уже подкрутить, просто не помогает. Вот. Кстати говоря, я хотел сказать, что в норме ручник должен издавать три или четыре щелчка и держать крепко. То есть, вот я сейчас беру раз, два, три. Ну, где-то три с половиной. Ну, три щелчка издает и нормально держит. Вот, в принципе, и все. Всем пока. Давайте, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok